Команда КВН Новосиб! Дорогие друзья, всем привет! Перед вами команда КВН Новосиб, третий сезон открытой лиги, а как говорится Бог любит троицу, в некотором случае единичку. Так, Соня, хватит! Хороший! Слушай, вот умеешь ты создать конфликт на ровном месте. Иван Михайлович, уважаемый человек, давно хотел спросить... Да ладно, что-то три года вместе играй, можно уже на «ты». Вань, давно хотел спросить, ты урон? Слушай, вот повезло тебе, что у меня мама с нами сидит. Я же говорил, его рожали. Ой, да-да-да-да-да. Слышь, придурки, а че так вырезались-то, а? Ой, да хватит уже, а? Меня избирали миром Тувы. Кстати, когда этот балаган закончится, мне надо лететь Тувы на открытие колодца. Слышишь, какого колодца? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Э-э, у тебя тоже не было, а? А-а-а! Так, успокойтесь, а! Это последний раз, когда мы с вами смотрим «Пятьдесят оттенков серого», понятно? Нур-Султан Абишевич, Нур-Султан Абишевич, я принес вам дань с народа. Какой нафиг Нур-Султан Абишевич, а? Это президент Казахстана. Так вот, отнись! Мы же на «ты», ха-ха-ха. Вот, отнись! Спасибо, вон отсюда урод. Слышь, ты че такой грубый? И сексуальный. Ребята, я вот тут че подумал? В других командах есть сексуальный красивый пацан. А у нас че? Я? Да успокойтесь, а! Я понимаю, первая игра, надо как-то сразу выделиться, да? Тебе легко говорить в два раза больше слов. Так, все, завидуйте молча. Ты можешь помолчать сегодня, нет, а? Ребятки, планка нашей команды сейчас вот на таком вот уровне. Надо подъехать до такого. И чтобы это сделать... Да ты задрал планку, говорю, на таком уровне. Бурдик, начинаем поднимать планочку. Это открытая лига В сборной на машине Ну что, дорогие друзья, бодримся! Слышь, я же сказал, не веселимся, бодримся. А хрена так и дело, как и Шнайдер! Что ж, друзья, сразу же давайте представим, косоглазые охотники. Саня, стреляй! Попал за ним, отлично, вот она! И такое случается, женщина упала в колодец. Спасите, помогите, помогите, кто-нибудь! Бабушка, бабушка, бабушка! Проститутка. На лестничной площадке. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы похожи на котят? Нет. А что вы вас натопите, а? Да, 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 да. А еще один вопрос. Зачем вы поставили пароль на Wi-Fi? Ну, чтоб не сидел, наверное, с него никто. Это наш Wi-Fi! Ну-ну-ну, тихо, тихо, тихо. Я спокойно. Тогда вы прекратите после обеда скрипеть кроватью! Да я в это время на работе. Ну-ну-ну, тише, тише, тише. Зачем, врубай воду. Зачем? Котеночек мой. А такая ситуация могла произойти на выходе из бутика. Слышь, мадемуазель, ничего не забыла, а? В смысле? А что происходит? Ни за что заплатить не забыла, в отделение пойдем. В смысле? Сейчас придет мой парень, он у меня вообще-то в шкаф. А, так это твоего придурка в Икеа поймали. Пойдем уже, просто. Друзья, представьте, парень, у которого нет старшего брата, донашивает одежду за батей. Серега, пинай мне. Оба-на! Все, малолетки, вам хана. Мужик, держи его. А, 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 держи. Стой, пусти меня. Мужик, тащи его сюда. А, 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 а. Пошел отсюда щегол. Наконец, со взрослым столбом пойду пивка куплю. Друзья, ну, а кто-нибудь из вас наверняка на улице видел вот таких вот женщин? Видел бы меня сейчас мой. Так он, наверное, смотрит на нас. Плюнь, дурак. Смотри, я звезда. Отсады на асфальте. О, ой, как хорошо. Что такое? Макик под лопаткой. Слушай, у меня шампанское в сумочке. В сумочке? А где она? Сумка. Сумка. А вот же она. Ох, Людка, по-моему, мы перебрали. Пойдем домой. Почему? Да, что машина по руке проехала, тебе хоть пыхны. Как у меня ж протез. Детки, давайте-давайте, выходим из Ти-7, что-то отмавилось в форму, че укрим, ну? Ну, слушай, ты как в борту выйдала, там выйди, по-наобещай в конце что-нибудь, ну? Уважаемые девушки, хотел бы поздравить всех в душе. От души. Да-да, в душе от души. Сожидание обратное. Ладно, буртик, закрываем песня. Зал, извините на нас, не перепутать и ни с кем. Мы сборная новосипа. Пришли мы в этот сезон, чтобы порадовать всех вас. Хотим вам сказать спасибо. Я пою лучше всех в этой команде, да-да-да. И я так сама решила. Как необыкновенно. Все, приду, успокойтесь. Слушай, ты можешь сегодня помолчать, нет? Ты че там стоишь? Давай выходи, ты же нам помогал. Правда, не в ту кулису зашел. Выходи, выходи, давай. Вот молодец какой. Дорогие друзья, многие из вас не задумались, почему мы опять вошли в сезон. Ну, как говорит мама, преподаватель, повторение, мать, учение. Команда ГВН «Новосип», четко и со смыслом. Спасибо. Это «Новосип», это не Америка, это город Раби, наши владели, на столице Сибири. Ваши аплорисменты, команда ГВН «Новосип». Следующий конкурс «Разминка». «Разминка» у нас сегодня будет с многоуважаемыми членами жюри. Давайте первый вопрос задаст Ксения Корнева. Сделаем вот так. Да, друзья, под ваши аплорисменты Ксения Корнева задает первый вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, команды. Что-то я так наржалась, я все забыла. Что хотелось спросить. Очень смешно. Спасибо вам за визитки отдельно. Еще раз спасибо огромное. Очень весело. Вопрос у меня будет такой. 27 марта начинается финальная серия Восточной конференции по хоккейу. Хотела сказать, континентальная хоккейная лига. Ничего не перепутала. Лига-дрыга. Вот. Между Акбарсом и Сибирью. Все вы знаете об этом. Вопрос будет такой. Скажите, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Отвечает команда, моя любимая команда Квен. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? По привису на лысо. Привет. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Ну, хочешь, я с ним схожу. Смотри, что. Последи ловышку. Отвечает команда Квен. Бисквит. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Просто вискоса там в углу носит, он сам не пойдет. Такой, о, хоккей. Ну, типа, додумать. Они что-то знают. Отвечает спорная нормальных людей. Как объяснить мужчине, что в этот день я не хочу в ресторан? Что ты врешь, у тебя нет мужчины. Вот, вот. Вот он. Берзкий, правда, ору. Здесь же Квен, ее можно обманывать людей. Отвечает команда Квен огород. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Да это вообще не проблема, меня вчера чайка унесла. Вот такая история. Отвечает команда Квен, мы не стесняемся. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Дорогой, я вчера так нажралась, сегодня перерыв. А потом... Это отвечает команда «давай по новой». Так, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Скажите, что вам предложили два билета по 5 тысяч, и вы не смогли отказаться. Если бы он эти билеты мне еще вот так вот дал бы... Есть еще ответы? Ответов больше нету! Спасибо. Спасибо, Ксении Корневой, агрессменный. Да, теперь рекорд, можно передать туда дальше. Потом, сейчас девушки сначала зададут вопросы, а потом... Да это Серега Ганкин, ты чего? Подумал, что девчонки-то. Задает вопрос Ирина Дунчева, ваши аплодисменты! Мы, видимо, оказались большими любительницами хоккея. Вопрос про то, как мы будем поддерживать нашу хоккейную команду «Сибирь» как-то отплодает. Видимо, здесь все самые большие фанаты собираются. Ну тогда обычный вопрос, как вы планируете встречать предстоящие огромные первомайские праздники? Вопрос про длительные первомайские праздники. Как вы их будете праздновать? С вами вы, короче, такая таксивная. Вопрос на спеда, ему бы выход. И на сцене еще. Вот ты жопа. Отвечала команда «Квен Огород», сейчас отвечает команда «Квен Бисквит». Задавайте, задавайте. Как вы предполагаете праздновать большие первомайские праздники? Ой, я так это кидаю, все праздники везти пойду. Вот это аниматорство нынче. Отвечает команда «Квен Бисквит». Мы не стесняемся. Как будете праздновать первомайские праздники? Огромные праздники, огромный стол. Разминка показывает всю правду. Отвечает команда «Квен Дети Ректора». Планы на первомайские праздники. Надену на себя фуфайку и пойду на первомайку. Вот. Отвечает команда «Квен», давай по новой МГУ. Планы на первомайские праздники. Да, обычно я в это время елку выбрасываю. Вот такой ответ. Отвечает команда «Моя любимая команда Квен». Ваши планы на первомайские праздники. Ну я изводника, не дай бог в море, а. Ну он стопал, он стопал прям. Отвечает команда «Квен Чай». Здравствуйте, можно полностью, извините. Нам предстоят большие первомайские праздники и как вы планируете их отпраздновать? Планирую отмечать их крестиком. Ну, отвечает команда «Квен», я отберилась. Ваши планы на первомайские праздники. Ну я девушка, мне как бы все равно, я просто буду сидеть и ждать подарка от парня. Хорошо. Отвечает сборная нормальных людей. Ваши планы на первомайские праздники. Я буду отвечать, праздновать и отвечать на первомайке. На этот ответ «Квен». Отвечает команда «Квен» по гладь кота. Как вы планируете отпраздновать длительные первомайские праздники? Мы с аграрного края, так что думаем, все праздники у нас пройдут на поле. Аплодисменты. Отвечает команда «Квен» Новосиб. Как вы планируете отпраздновать первомайские праздники? О-о-о-о, да как обычно, че ты. Аплодисменты. Зайдет, зайдет. Да, по-другому надо было показать просто. Спасибо, друзья, Ирине Дончевой. Давайте поаплодируем ей. А теперь, собственно, вопросы от мужской части этого жюри. Егор Канцев. Выключили микрофон. Здрасте всем, друзья! Сразу забил. Все, не буду орать. Микрофон меня не хочет понимать. Друзья, сегодня, вот прям правда, честно, с утра посмотрел на себя в зеркало, что-то не то, кто я старый стал. Вы, естественно, молодые на сцене. Вопрос к вам простой. Как продлить молодость, собственно, да, вот так. Как продлить молодость? Ты прорал по моим эмоциям. Отвечает команда «Я убедилась». Как продлить молодость? Ну, добрать ее вышку. О-о-о! Вот, лать-кота! Как продлить молодость? Не знаю, пацану уже 60, выглядит на 30. Все, плюс ставьте! Плюс-милос. Ага, про Путина всегда смешной. Отвечает команда «Квенди» и «Директора». Как продлить молодость? Молодость продлить легко. Меньше пей, Егор, пивко! Как в воду, гляди! Конечно! Все, больше никто не хочет получать после пивка. А все? А после пивка только спать, правильно? Ах, хватит маленьких. Отвечает моя любимая команда «Квен». Как продлить молодость? Ну, обычно про продление других людей слышат. Он знает больше! Отвечает сборная нормальных людей. Никит, как продлить молодость? Вот так берешь и продлиешь «Молодость». Что говорят? Отвечает команда «Квен» и «Огород». Пожалуйста, как продлить молодость? Не понятно. Это типа ты, понял? Да, это так смешно получилось. Один с педы, другой с Новокузнецкого. Вот, началось. Не смешными ответами, так хоть он и говорю. Поцелуи, поцелуи. Итак, это бисквит, да, насколько я понимаю? Да. Как продлить молодость? Ну, короче, смотри, по моему методу, короче, шейпинг и девочки. Только без шейпинга. И без девочки. Автор. 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 Семнадцати тысяч команд «Квен». Конечно. Отвечает команда «Квен» «Давай по новой». Пожалуйста, как продлить молодость? Умирай молодым. Барзоны ма-сенько, блин, сон! Как-то грустно. Отвечает «Чай». Как продлить молодость? Здравствуйте, можно полностью, пожалуйста? Сегодня утром посмотрел себя в зеркало. Думаю, что это старый стал вообще. Непорядок. Спрашиваю, как продлить молодость? Смотрите мультики по утрам, и что? На тыкнух такую. Отвечает «Новосип». Итак, как продлить молодость? Завязываешь Лигой Сибири. Ты тоже, Валь. Следующий вопрос, видимо. Да, спасибо Егору Канцеву! Сейчас я вам прошу, друзья, бурных аплодисментов, иначе он не будет задавать вопрос. Задает вопрос Емгений Сальцев! Автор команды «Квен» — неплохая компания. Сызрык! Сызрык! Ну, как раз подъем под вопрос. На самом деле, я не только шоумен, не только трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. И не только всего автоспорта сия. Вот, также у меня есть еще такое увлечение, как металлоконструкции. Иногда мне приходится бывать... Да. Иногда мне приходится бывать в цеху. И вот сварщики мне говорят. Долго нельзя смотреть на сварку, иначе появятся зайчики. Но так как я любопытный, вопрос в чем состоит? Куда мне теперь эту стаю девать? Время пошло. Куда мне девать стаю зайчиков? Трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. Ха! На тело! Ой, они такие ломались. Отвечает команда «Квен» ООСИП. Куда мне теперь девать эту стаю? Не, Егор, не за это. Сибири не завяжывай, не надо. Не, 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 не. Отвечает команда «Квен» БИСКВИТ. Итак, куда девать мне эту стаю? Навертель их вот так вот и в салат прям. О, как порезал, видели? Отвечает команда «Квен» ООСИП. Итак, куда девать мне эту стаю? Главное, чтобы к ним белочки не присоединились. Ответ от команды «Квен» Я увиделась. Итак, куда мне девать эту стаю? Ой, посмотрите, Евгений Зайцев задает вопрос про Зайцев. Моя любимая команда «Квен». Ну давай, водник не подведи. Я учился. Да, он Платона водник не подводит. Никогда. Итак, куда мне девать всю эту стаю? Ну, отпусти. Бегите, зайчики, вы свободны. А можно полностью этот вопрос? Полностью? Да. Я не только шоумен. Шоумен. Трехкратный финалист Лиги Квен Сибирь и также ведущий всех артспортивных мероприятий города Новосибирска. Но у меня есть еще одно хобби. Это металлоконструкция. Устал? Сам хотел. И сварщики мне говорят, долго не смотри на шухарку, а то появятся зайчики. И куда мне девать теперь эту стаю? Зайчиков солнечных. Надо вам было все делать. Тут, 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 тут. Он этого ждал, понимаете? Отвечает команда «Квен» чай. И куда мне девать теперь всю эту стаю? Устраивайте зайчики-гонки. Наконец-то. Отвечает сборная нормальных людей. Окей. Куда девать мне всю эту стаю? На шубу. И куда девать теперь мне всю эту стаю? У тебя есть зайцев стаю? Так отдай их, дед Мазаев. Команда «Угород». Итак, куда теперь девать мне всю эту стаю? На шубу кину в горы, воровать помидоры. Отвечает команда «Давай по новой». Можно полностью? Танин, пожалуйста. Давай со сварщиков начну. Давай полностью. Да давай всем же интересно, чем ты занимаешься в жизни. Я не только Шоума и трехкратный финалист Лидии Квен Сибирь, а также судья всех автоспортивных мероприятий города Новосибирска, но также у меня есть металлоконструкция. И часто бываю в цеху, и там сварщики говорят, не надо смотреть на сварку, а то зайчик не появится. Теперь, внимание, вопрос. Куда мне девать всю эту стаю? У тебя еще есть? Металлоконструкции? Спасибо Евгению Сайцеву, друзья! Он тот мой мангальный друг, друзья. Сергей Автозагарович Ганкиен! Добрый вечер всем! Друзья, коротко и ясно, у меня небольшая проблема, у меня совсем скоро день рождения, не знаю, где отметить. Подскажите, где и как весело можно отметить свой день рождения? Свой? В классе. В литературном. Своё день рождения. Вот, значит, образованные люди есть. Ответ от команды Квен Чай. Как весело отметить свой день рождения? Первая праздничная кампания. Праздники под ключ. Молодец! Молодец. Плюс. А? Кто телефон скажет еще одну плюту. А как, подскажи, весело отметить свой день рождения? У нас в Барнауле Аймакс 3D открыли. Приезжай! Спасибо. Это был ответ от команды Квен. Погнал и спорта. Отвечает команда Квен. Давай по новой. Как весело можно отметить свой день рождения? Ходила завод в металл конструкции, там прикольно. Вот так. Потом будем заниматься. Ответ от команды Квен. Я убедилась. Девочки, подскажите, как весело можно отметить свой день рождения? Может быть, это немного староматно, но я предложу клуб сибирских комедий. Спасибо. На комедии, на комедии, на комедии. На комедии, на свою нюху приходи. Ответ от команды Квен. Моя любимая команда Квен. А, скажи, где и так весело можно отметить свой день рождения? 40 лет не отмечают. О, Серега, ты думал, что ты под своей копчености седину скроешь? Нет? Кто это отвечал? Это моя любимая команда отвечал. Твоя любимая команда? Ответ от команды Квен Директора. Подскажи мне, как и где весело можно отметить свой день рождения? Ты нюху, ты отметь неплохо. Позови Максу Лотоку. А, братан! Как сказал мой друг один, я рисую, как кретин. Вот он. Ответ от команды Квен. Как и где весело можно отметить свой день рождения? В солярии! А, как и будет! Да это естественный загар, правда. Да не надо нам ля-ля. Я могу показать места, где... Ну ладно. Потемнее где? И потешнее. Скажи, где и как весело можно отметить свой день рождения? Я же говорил, его рожали. Как на мамины именины... Нет, стихи не заходят. Неважно, кто отвечал. Не принципиально. Ответ от команды Квен. Мы не стесняемся. Где и как весело можно отметить свой день рождения? Ну соберитесь в компанию и половите зайчиков, я не знаю. Спасибо. Вот. Мне интересно, как в том году все. Вот. Спортный нормальных людей. Скажи, как и где можно отметить свой день рождения? Устрой дикий шарш. Нет больше ответов. Спасибо. А Серега, с кем бы ты хотел отметить свой день рождения? С матчей молотокой. С участниками открытой лиги Квен. Аплодисменты всем, друзья! Команда Квен. На басип ваши аплодисменты! Дорогие друзья, 2015 год в России признан годом литературы. Поэтому наш конкурс одной песни мы решили начать с поэзии. Я вышла из дома, вечером, поздно. Смотрю на дороге, странный предмет. Сначала он мною был неопознан. Потом пригляделась. Вот это успех! Машина времени! О, Боже! Но чья она? Кому ее вернуть? И вот решила я помочь всем людям. Бесплатно, бескорыстно. Ошибки исправить. И время вернуть. Здрасте! Жезл, пограсьте, ага. Можно меня чуть-чуть назад вернуть? Там грешок один замолить. Хорошо. Слушайте мою историю. Я был обычным ментом с вечным недосыпом. Жена, дети и то. В общем, все красиво. И дай-ка, думаю, нарублю бабла и случайно торвозну генерала. Так вот, хочу вернуться в тот момент, чтобы я работал, как обычный мент. Можно устроить чуть-чуть? Конечно, давайте. Товарищ генерал, с праздничком! Дышните в трубочку. Вы дебил! Совершенно верно. Подключайтесь, товарищ генерал. Уволен завтра в суд. Ну что вы не расстраивайтесь, но есть лежачий полицейский. Вы будете сидячий. Хе-хе, не организация, а шлак какой-то и бог, а. Здрасте. Здрасте. Я следственник третьего разряда, зовут меня Бельгейм. Немножко иметь и совпало с профессией моей. Так вот, хочу вернуться в тот момент, когда родители ставили этот эксперимент. Да, пожалуйста. Жан-Поль! Ой, какой малыш! А как его назвали? Ну мы ему еще имя не придумали. А мы по Жан-Полям назвали его Фильгейм. Фильгейм. Слышь ты, девушка, назовите его нормально. Жан-Поль! Жан-Поль! Куда побежал? Сюда идти, а! Девушка, 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 помню, как в 2005 году села я кавказцем в машину и тут закрутилась. Боже, корень, ну хватит, хватит, ближе к делу. Ну так вот, полетели мы с ним на лардины, а коту покормить забыла. И вот я бы хотела вернуть тот момент, когда корень, я села в каврионет. Ну вы поняли, да? Котику жалко. Ой, спасибочки, да, пожалуйста, очки. Ну че, поздравь меня. Теперь я Жан-Поль. Поздравляю. На работе шуток стало больше. Жан-Поль Фильмандо, Жан-Поль Вантам, Жан-Поль давайте жить дружно. Слушай, нельзя как-то там на Вильгельма вернуть, а? Ну уже нет. Жан-Поль на ответ, вот первая шутка на заводе, капец моя. Вы что, рэпер? Ё-мо-хо, хочу вернуться назад. Пожалуйста. Кедыша, ла-легко. Ходу встать. Что, опять жесть? Ой. Ну так вот полетели с котом на мундивы, а Кармелла покорять забыла. И вот хотела повернуть тот момент. Женщины, иди, иди отсюда. Что значит, иди, иди. Да-да, что значит, иди, иди. Какая-то, знаете, у вас сомнительная организатор. Чуды, Жан-Поль, а? Кедыша. Три года условки, ё-моё. Вот вечно так бывает в жизни. Желаешь людям ты помочь. Они не замечают это. Гоня добро куда-то прочь. И вот стоишь ты одиноко. Лелея в мыслях лишь одно. Что в жизни всё не так уж плохо. Что рано или поздно победит добро. А чё это с ней, а? Тебя-то приныло. Не унывайте, пацаны. Команда КВН «Новосип». Чётко и со смыслом. Спасибо. Это «Новосип», это не Америка. Это город на обидно живопеде. Столица Сибири. Команда КВН «Новосип», пошатные смены, друзья!